Сотрудники полиции предупреждают, на территории региона ежедневно фиксируются случаи мошенничества. С начала года совершено более полутора тысяч таких преступлений. Для обмана, помимо проверенных способов, преступники придумывают новые предлоги и методы, в том числе, чтобы украсть деньги с вашей банковской карты. Под предлогом дополнительного зарплата к сети интернет. Это дополнительный зарплата, купли-продажи, криптовалюты, акции и так далее. Механизм совершения этого преступления заключается в следующем. То есть потенциально потерпевший находит в сети интернет объявление о том, чтобы на различных сайтах с предложением поучаствовать на торгах, на бирже, приобрести, продать акции, проинвестировать какой-нибудь проект. При этом ему, потенциальному потерпевшему, предлагается сумасшедшая выгода от этих действий. Обещан заработок, чуть ли не три раза четыре больше инвестируемые суммы. Присылает потерпевшему картинки всякого рода, графики о том, как его растет прибыль. Фактически это как бы обман создан для того, чтобы потенциальный потерпевший перевел еще большее количество денежных средств. Полицейские рекомендуют, чтобы обезопасить себя, проверяйте биржи, ресурсы, на которых размещают подобные объявления. Читайте отзывы, изучив которые можно понять, мошенник перед вами или нет. Несмотря на увеличение численности таких преступлений, показатель раскрываемости тоже растет. Ряд уголовных дел по обвинению в части 4 статьи 159, то есть мошенничество совершен в составе организованной преступной группы, направлены в суд. Одна из участниц, которая обвиняла в совершении 25 эпизодов мошеннических действий в составе организованной преступной группы, получила 8 лет. При том, что она не судимая, молодая девушка, работа в этом направлении ведется. Сейчас прорабатывается практика, и она успешно довольники, привлечение тех людей, которые ответственны за обналичивание похищенных денежных средств. Есть практика и возврата похищенных денег. Как правило, потерпевшим говорят либо номера банковских карт, ну, безусловно, говорят номера банковских карт, а иногда даже говорят фамилиями отчества того человека, на кого оформлена банковская карта, куда они свои похищенные деньги отправляют, переводят и так далее. Вот к этим людям в порядке гражданского процесса можно подать иски о необоснованном обогащении. И эти люди будут обязаны по суду выплачивать денежные средства, которые полностью, причем в полном объеме, не то, сколько у него есть или только сколько мы перечислили, а полностью, в полном объеме будут обязаны по суду выплачивать потерпевшим. Но тут надо понимать, что, опять же, как я и говорил, что ущербы сумасшедшие, люди те, на чье имя оформлены банковские карты, это молодые люди, у них просто нет этих денег. Вот так вот, объективно. Но такой способ прорабатываются, успешные такие, скажем так, моменты есть. Многие становятся жертвами крупных мошеннических схем, когда вам звонят мнимые банковские работники или сотрудники правоохранительных органов. Деньги в итоге всегда попадают, переводятся через криптообменники в криптовалюту. Как бы, конечными получателями являются в том числе люди, которые проживают на территории Украины. И вновь совет от правоохранителей. Не ведитесь на уловки мошенников. Прежде чем отдавать деньги, подумайте, успокойтесь и лишний раз проверьте, кто вышел с вами на связь. Мошенник рассчитывает на то, что вы сделаете необдуманный ход, вы поверите ему сразу же, сиюминутно. То есть, в долгу никто не пытается вас обманывать. Если у него получилось это сделать в течение, условно, дня, значит, у него получится. Если не получилось, значит, у него точно не получится. Вас обмануть, чтобы вы перечислили денежные средства. Как правило, самый главный, самый действенный способ это подумать, остановиться, позвонить тому родственнику, который может быть в зоне услуг, твоему знакомому, который просит у вас деньги в долг. Сотовое средство никто не отменял. Можно взять, позвонить, услышать того человека, представляясь которым, или из-за которого вас пытаются обмануть. Это самый действенный способ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова